Вы курите? Да. Если хотите, можете покурить перед беседой. Можно если. Спрашиваю не по тому, что по прикому. Что пришли к нам? По мобилизации. Я знаю. По мобилизации. Какой нам? Плохо. Чего? Вы мне сказали, что я офицер. Я пинджал после института. Звание тупо. Старший регионал. Домой звонить будете? Если можно найти номер телефона. А как его найти? Через ВК. Вконтакте из меня нет. Можно попробовать найти по... Да. Какое еще что-то есть? Что? Что еще есть? Как его можно найти? Я просто не в курсе. Скажите. Замильное отчество человека, которого... Атекина Анна Александровна, дочка. Она там лазит по... Атекина... Анна Александровна. Она там где-то должна быть. Атекина Анна Александровна. Нет, у меня вконтакте нет. Белый? Да, да, белый. Ну, есть какой-то номер, Жень. А какой? Как как? Вы номер помните приблизительно? Ну, если скажите, то да. Да. Плюс 7. По-моему, да. Почему мы все знаем про вас, а вы про нас ничего не знаете? Как такое? Да. Да, это да. Прикольно, видите? Тут мы можем находить. Чего вы к нам пришли, не зная про нас ничего? Она знает, что вы клянули? Не знаю, не знаю. Там, наверное, уже... Я не знаю как это. Что происходит? Что ей ответить? Чтоб не волновалась. Нет, да вы с ней поговорите волосы. Ваш отец в плену. Мы вас наберем через... Через... А жена есть? Есть. Я не знаю, найдете ее или нет. Ну, она знает маму? Маму не знаю, ну как, не знаю. Это дочь ваша? Это дочь. Вы с женой... Ну, так, натянутые отношения. Мы вас наберем через... Какое-то... Время. Она ответила, да? Да. Что происходит? Она на всей сети, да? Она спрашивает, зачем? Ваш отец в плену. За что? Она знает, что вы здесь? Да нет, наверное. Да. Зачем вы это делаете? Скажите за голосовое сообщение, отправьте ей. Давайте. Чтобы она взяла трубку. Хорошо. Анют, возьми трубку, я с тобой поговорю. Со мной все нормально, все хорошо. Зачем? Зачем? Зачем вы это делаете? Прикольно будет. Наверное. Добрый день. Я здесь. Да-да. Камера там. Туда смотреть, да? Куда хотите, можете в потолок смотреть. Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Я Отекин Александр Михайлович. 6.07.1978 года рождения. Место рождения в городе Белгород. 78-го года Белгород. Так точно. Ваше воинское звание и должность? Моя воинское звание, старший лейтенант, должность стрелок. Как может быть цельный офицер, старший лейтенант, стрелком? Вы, по идее, должны быть минимум командиром взвода или командир роты? Военкоманда отправила меня как командира взвода. Это 217-й. Давайте по порядку. Мы сейчас дойдем, потому что я чуть-чуть воломался. Я понял. Старший лейтенант, командир стрелок. Это... А кто у вас был командиром отделения? Так, чтобы было вообще интересно. Сержант? Нет, у нас командир взвода сержант. А командир отделения? Рядовой угадал. А командир отделения... Там не было командира отделения. У нас 25 человек всего в роте. Рота 25 человек? Да, да. Сколько взводов в этой супер роте? Вообще, должно быть 3 взвода, но сделали 2 взвода, так как мало людей. А сколько человек? Как 25 делится на 2? Ну как, у одной было 12, у другой 13. Вы были в каком взводе? В третьем взводе, но во втором потом. А первый? В первом взводе 13 человек. А второй взвод? Второй взвод, это второй и третий взвод. 12 человек у нас было. Рота 25 человек. Так точно. Короче, мы дойдем до этого. Давайте мы дойдем до этого, потому что будет прикольно. Вторая армия мира как-то придумала какую-то новую систему измерения солдат. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию? Даю. Зачем вы даете? Вы можете не давать и все. И на этом все закончится. Да нет, даю. Почему? Вы хотите поговорить с дочкой? И с дочкой тоже. А еще что-то надо? Ну вообще хочу. Домой хочу. Домой хочу. Как-то поможет это вернуться домой? Не знаю. Возможно. Вам полных 44 года? 44 года, да. В этом году 45 будет. 45. Чем вы занимались? Вы мобилизованы? Мобилизованы. Чем вы занимались до войны? До войны сначала, после срочки, был мастером в сборосварочном производстве, производстве металлоконструкций, строительных, мостовых металлоконструкций. Какое у вас образование? Высшее, техническое, технология машиностроения, специальности. Технология машиностроения, при этом была, я так понял, военная кафедра? При этом была военная кафедра. Она была для галочки? Или реально что-то было военное? Так, для галочки, да. Ну, не, чисто. Ну, так, да, так, отдельно. И по специальности вы? По специальности инженер-механик, специальности технологии машиностроения. И при этом вы работали сварщиком? И сварщиком работал, и монтажником по остеклению, стеклопакеты, алюминиевый профиль, слесарем, по гидравлике. Понятно. Последнее место работы ваше какое? РЖД, осмотрщик, ремонтник вагонов, но и при приезде в Ленинградскую область, там жена. Переехала сначала жена, потом я. Из Белгорода вы переехали? Да, из-за того, что работы нету, мало работы. Когда вы переехали? Жена в 2020 году, а я в 2021 конце ноября месяца. Вы к жене переехали с ребенком? Или как? Сначала я с ребенком переехал, потом мне получилось с ребенком. У меня ребенок инвалид, задержка речевого развития, ДЦП. Это она? Нет, это сын, дочка здоровая, нормальная. У вас сын еще есть? У меня еще сын есть. Там мне получилось с интернатом, ну как там, на неделю отвозили его очень далеко, но он не прижился, как бы на выходные его забирали. Давайте я чтобы для себя скажу. Вы жили в Белгороде? Жили в Белгороде. У вас два ребенка? Два ребенка. Сейчас они с родителями в Белгороде. Два ребенка. В 2020 году жена уехала в Питер. В Питер, да. Вы в 2021 году поехали вначале с сыном, который инвалид, дочка осталась с бабушкой и дедушкой. Вы в Питере пробовали пожить, у вас не получилось? У ребенка не получилось, я его отвез к родителям, а не с родителями, пока мы там пробовали с работой наводить. А в Белгороде вы жили с родителями? Да, ну с родителями, ну там, квартира. Сколько комнатная квартира? Четырехкомнатная. А, ну четырехкомнатная, в одной комнате родители, вы в одной дети. Да. С работой было плохо, а жена кем работает? Учитель по ИЗО, изобразительное искусство в школе. Рисование? Да, в Белгороде воспитателем работала, тут предложили ей. В школе работать. А вы в Питере кем работали? РЖД? Нет, это в Питере, да. В Питере, да. Понятно. Если хотите, можете не отвечать мне чисто для себя. Мы связываемся с дочкой, потому что с супругой у вас натянутые отношения. Вы разошлись, я так понимаю. Ну, еще не разошлись. Не знаю как. Это личный вопрос. На охране развода, короче. На охране развода. Причины интересны, но они не касаются вообще. Да что, тут нет секрета. Ну, если нет секрета, расскажите. Ну, она там, скажем так, захуляла. Измена, скажем так. Наверное. Да. Где вы получили повестку? На работе и по месту жительства в Ленинградской области. Это когда было? Это было в конце октября, в ноябре месяце. Пришел военкомат 2-го. В конце октября 2022 года после... Нет. 2-го ноября я пришел в военкомат. Третьего уже был в Иванове. Я вас спрошу. Мы, может, у дочки спросим телефоны. Вы поговорите лучше с супругой, чтобы она могла вам что-то помогать делать? Типа военкомата. Да, да, да. Или с дочкой поговорите? Да и телефон нужен. Жены, наверное. Или отца лучше. Лучше отца. Мне кажется, лучше же мы. Родителям уже сколько лет? Наверное, под 65-70. Да. Надиктуйте голосовое сообщение, чтобы написала номер телефона. А нет. Номер телефона мамы. Пришли, пожалуйста. Там, где ватсап есть. Там, где есть ватсап. Там, где есть ватсап. Или телеграмм. Там есть, да. Номер телефона мамы. Напиши, пожалуйста. Ну, просто вы сказали, что у вас цель вернуться, а то надо включаться кому-то, явно не дочке. Пришли вы в военкомат, что вам говорят? Ну, по-моему, мобилизации, короче. Повезли меня в центральный военкомат. В Питере? В Питере, да. Там, ну, как все. И личное дело повезли, и меня повезли. Там зам военкома на машине. У нас там трое было. Три офицера? Ну, тоже пинжаки, да. Пинжак или пиджак? Ну, пинжаки. Хорошо, пинжаки. Трех офицеров у вас пиджаков? Да. Ну, с этого военкомата. А вам далее, получается, в военкомате старшего лейтенанта? Нет, просто то, что у нас записано было в достоянии офицера запаса. А ваше было записано? Старший лейтенант. Угу. Ну, то, что присвоили писать. Какая специальность у вас военная? Мотострелок. Мотострелок. Ну, слово мото потом забрали, получился стрелок. Ну, это... Ну, ну, определили вас с старлеем и отправили куда дальше? Отправили в Иваново 217-й полк город Иваново. Город Иваново. Понятно. В части, что вам, как это... Мне просто интересно момент. В части, в части. В деталях максимально подробно. Прибываете вы в часть, и дальше как происходит разжалование по должности? В части командира взвода, ну, как должен был я быть. Потом при прилёте туда, на Ил, в Ирсонскую область, командир, этот... Командир роты сказал, что у нас, ну, командир взвода есть. Причём, лейтенант, по-моему, в одной был. В одном взводе был. А во первом, во втором, я во втором был. Были сержанты, командир взводов. Ну, как я говорил, вначале... Не, ну, вообще командир взвода должен быть офицером. Должен быть офицером. Ну, у вас, по идее, должны были... А командир роты кто был по званию? Командир роты мои... Подождите. Жду. Капитан. 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 Сбиваем теперь всё в кучу. Командир роты. Капитан. Командир первого взвода. Лейтенант. Командир первого взвода. Высказали. Лейтенант, по-моему, да. Высказали лейтенант. А второго и третьего сержанты были. Сержанты? Да. Ваша рота состояла из 25 человек. Нет. Полноценное тогда было. А, это было? Это потом, когда меня перевели в 331-й полку. Город Кострома. Костромской десантник? Ну, это потом, да. Это после... Ну, десантники ж в Костроме. Да, да, да. Ну, в Иваново тоже ж в десанты. Нет. Я знаю, что Кострома десанты. За Иваново. Вы первый, наверное, из 500 человек, кто вспоминает город Иваново. Не, ну, потому что я что-то попал в Иваново. Я говорю то, что... То есть, Иваново не вспоминал никто. Я понял. Ну, хорошо. Ну, потому что я единственный, наверное, кого перевели с Иваново в Кострому. Угу. Угу. Вот в Херсонской области сначала были. Ну, да, с середины января. А потом... Это все было в ноябре месяце? В ноябре месяце было, да. Когда... Военкомат. Военкомат, да. Все дела. Когда вы попали в Украину? Третьего. Второго я приехал, третьего мы улетели. А, четвертого. Ну, пусть будет. Четвертого мы, наверное, пересекли вот эту границу. Потому что мы ночью приехали, ну, прилетели туда. Четвертого декабря. И на... Да, и на КамАЗах. В какую-то деревенку приехала рядом с... Ели... Ели... Еличин. Еничинск. Еничинск. Рядом с городом Еничинском. Как... И там вы попали уже в свою новую роту? Насколько я понимаю. Нет, это пока это была рота. Пока полная рота. Пока полная рота была. Потом... Когда неполная рота была, это уже... Это уже январь месяц, уже середина. Вот три недели до того, как нас взяли в плен. Три недели я был в... В Костромском полку. В Костромском полку. В Костромском полку. Это перевели мне еще, когда мы были рядом с Еничинском. В Костромском. Там были бои или не было ничего? Нет, там только вывозили нас окопы копать на полигон. У нас стрельбы вывозили. Обучение было? Ну да. После обучения куда вас отправили? После обучения меня перевели в 331-й. Ну в этот... Тоже рядом. Да, это моя жена. После обучения перевели вас... Уже куда вы переехали? Ну тоже там же рядом где-то. Тоже рядом с Еничинском. Только другой, ну там типа пионерского лагеря было на побережье Азовского моря. Только другой пионерский лагерь. Ну там был этот полк. Штрелок. Вы когда вас обучали? Вы проходили обучение как офицер, старший лейтенант? Нет. Штрелок как стрелок. Вам уже тогда сразу сказали, что будете стрелоком? Да, да, да. Потому что сказали, что есть... Ну наверное с этим и связан перевод мой. В 331-й. С чем? Я не везу. Ну с тем, что у них командир взвода есть. И мне просто сказали, что туда едешь и все. Вы же не DVD-шник, а ВДВ-шник, правильно? Ну я вообще гражданский человек, но... Ну да. У вас звездочки были? Да, да. И вами офицером рулил сержант? Да, да. Это нормально? Нет. Это же бред вообще. Согласен. И вас предают в взвод на рядовую должность? На рядовую должность. Офицера? У вас пистолет был? Да. Да нет. Откуда? Там и у взводников не было пистолета. Ну у офицера должен быть пистолет? Должен быть. В чем вам не выдавали? Ни у кого нету пистолета у взводника. Даже в 331-й не было. Уже пистолеты закончились? Не знаю. Нету пистолетов. И уродного нету пистолета. И уродного нету пистолета? И уродного нету пистолета? А если застрелиться надо, то как тогда? Ну с автомата же неудобно. Ну... Так точно. Зачем вы говорите так точно? Вы же только что сказали, что вы гражданский. Или вас уже за два месяца... Уже, да. А что делают с людьми за два месяца, что он из гражданского делается вот так точно? Да нет, просто... Ну просто с автомата застрелиться проблема, ты не дотянешься. А с пистолета птицей готов. Хорошо. Ну, точнее, ну вообще, мне нравится. Как вам войска такие? Отлично вообще. Вот такие вот. Вы же понимаете, то, что вы рассказываете, это жесть вообще. Трэш. И чувак с лычками рулил вами офицером? Да. Вы к родному приходили и говорили, что так не может быть? Ну, может быть. Младший по званию, хоть капитан может рулить полковником. Это нормально, когда там... Ну, в раскладе с офицера... Так даже по уставу делать нельзя. Насколько я понимаю. А что комбат говорил? Видели своего комбата? Один раз видел. Как один раз? Ну, в 217 там несколько раз приводил, ну, строевые смотры были. А когда перевели в Костромской, один раз приезжал он. Когда я, ну, стоял на... Ну, там, дежурным, не дежурным, поэтому... Давайте подойдем тогда, аминуем это все. Грубо говоря, декабрь месяц, три недели вы учились. Новый год вы как встретили? Шампанское? Не было шампунского. Ну, там... Что бухали? Нет, вообще не бухали. Как это? Я не верю. Ну... По чесноку. Ребята, ну, как... Нам же все равно вас луну не поставят за это. Не-не-не, я просто рассказываю, как оно было. А как было? Заказали там много там... Вот, ну, это я уже комбат приехал. А, даже командир полка приехал. Ну... И... Задержали там машину с этим... С этой выпивкой совсем, короче. И... Короче, с бучку дали батальон... Короче, батальон заказал кучу бухла. Да, много там. Много. Скинулись все роты. И вы скинулись. Поскольку скидывались? Не, я это узнал только... Я как бы... Да ладно, чего мы вроде. Чего мы вроде. Ну, поехала машина в магазин. В магазине все скупили. Ехала. И тут, на тебе, короче, тормозят. И люди себе... Точнее, как... Те, кто остановил машину, на халяву получили кучу бухла. Правильно? Ну, да, да. И закуски, колбасы. Те, которые... Те, которые... В магазине надо было идти, значит. Этих, кто вез, иди сюда, короче. Да. А вы, у вас сухая ночь. Или нашли что-то хоть? Нет. Ну, там просто перед Новым годом приехал командир полка, поздравил, короче, и уехал. Налил совсем? Нет. Трезвая ночь. Что говорил? Командир полка. Ну, поздравил с Новым годом. Вспомните. Да что? Товарищи оккупанты, поздравляю вас с 2023 годом. Вам всем надо будет умереть здесь, на чужой земле. Или... Ну, нет. Я бы так поздравлял, если бы я был командиром полка. А что он говорит? Ну, поздравил с Новым годом. Ну, поздравил с Новым годом. Ну, поздравил. Хорошо. Январь месяц. Ну, этаж я был еще в 207 полку январь месяц. Ну, до 13-го числа. Угу. Или до 12-го. Короче, 13-го числа я уже... Уже меня перевели в 331-й полку. 1-я рота. Ой, 1-й батальон, 2-я рота, 3-й взвод. Ну, тут-то хоть уже были командиром? Нет. Нет, я же говорю, вот здесь как раз было 25 человек. И мне сказали, у тебя опыта нет. Вот сержант опытный, короче. Сержант контрактник был? Да, да. Он будет командиром взвода. Сержант был командиром взвода. Сержант был командиром взвода. Ну, просто группа людей, которые рулил сержантом. Так можно это назвать? Ну, да. Группа людей, да. Можно так назвать. Потому что там сколько? 12 человек или 13 человек. В взводе. В взводе. В взводе. Ну, он раньше сержант, да. Сержант раньше был вот как раз командиром отделения, который исполнял обязанности командира взвода на тот момент, когда я был там. Понятно. Он как раз как командир. Как... Должен. Какие ощущения, когда ты типа, назовем это так, офицер? Хотя, ну, я же в душе понимаю, что от вас офицер это только одно слово. Да. Так точно. Да. Так оно и есть. Равняйсь мирно. Как там говорят у вас? Да. Пойди умри за Сталина. За Родину. На позиции, когда вы выдвинулись? Вот когда нас взяли... Вы знаете, что наши подписчики за вас заплатили? Да, вы говорили. Две двести долларов. Их взяли он и еще шесть человек. А восемь, по-моему, говорили, нет? Шесть равно. Всего семеро. Семь. 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 Семь, правильно. Мы рассчитывались с военными. Шесть по триста и вас, короче, за четыреста долларов. Хотя, по сути, тут не офицер. Да. Я извиняюсь, но так получилось, что в момент, когда брали... Звездочки же были у вас? Не было. Ну, там не было. Ну, короче. На форме не было? На форме не было. Ну, у меня было удостроение с собой запаса офицера. А, военный билет ваш был полностью сфотографирован, мне присылали. Да, да, да. И фотографии вы там... Есть это все. От бойцов. Две двести долларов было заплачено за эту банду DVD-шников. По-другому я назвать вас не могу, потому что от слова ВДВ это... Это да, да. Так оно и есть. Расскажите, как вас взяли в плен. Давайте так, сколько вы провели на позиции? Трое суток. Свежо было? Да, очень. Все в песке. Холодно. Что, ели? Сухпай привозили. Сухпай привозили. Два сухпай, а за трое суток. Два сухпай на трое суток. Как вас взяли в плен? Двое. Двое дежурили. В рации сказали, что будет артиллерия всем по окопам переждать. Вот в этот момент как раз по окопам нас и взяли. С фланга. Да, они зашли сбоку, там еще поубивали. Да, один побежал. Зачем он побежал? Не знаю. Причем их в плен взяло меньшее количество людей, чем их было. Сколько там было наших? Не помню, но меньше точно. Меньше. Мы видели ребят, которые мы деньги отдали им. Короче, там было прикольно. Они пришли в окопах, один рыпнулся, его тупо застрелили. Потому что если бы он не делал бы там вот этих движений, то он бы сейчас был. За что погиб этот человек? Тот же человек мобилизованный. Ну я с ним вот общался. Помните его фамилию? Не, я знаю его имя. Анатолий. Толик. Толик с какого города? С Омска. Он как позывной какой-то? Потому что у вас же даже трупы не забирали. Ну позывной был как у сержанта. И мы отвечали. Мы вот танкист отвечали. И лирика. Как? Лирика. У него? Нет, не у него. Мы отвечали. Вот мы стояли. Мы отлично говорили. Смотрите, я подожди. Я этот вопрос задаю для того, чтобы вы зрителям, потому что нас смотрят. Я понял. Зоны родителей оккупантов. И если кто-то на интервью, на беседе вспоминает, кого убили, то благодаря этим воспоминаниям там знают, что был убит человек. Короче, фамилию вы не помните? Толик из Омска, двухсотый. Так? Да, Толик. Да. За что он погиб? Нету, нету ответа. Что нет ответа? У меня есть. У меня есть, а у вас нет. Так не бывает. Вы старше меня. Вы цельный старший лейтенант. За что бы вы погибли, если вы не знаете, за что погиб Толик? Нет. За родителей, за детей своих. Ваши родители, дети были в опасности? Нет. Зачем вы говорите этот бред? Вы сказали, за что бы я погиб. Нет. Предполагаем, давайте предположим, вы погибли. Ваша дочка, которую мы написали. Она бы не поняла, за что я погиб. Так вот, за что вы погибли? Не в плане защиты своей семьи, а вот ответьте на вопрос. А здесь если бы... Да, если бы вас здесь убили. Не знаю. Не знаю за что. Давайте подумаем вместе. Просто за приказ что? За какой приказ? Какой у вас был приказ? Давайте, вернее, давайте пойдем от этой стороны. Ну, с самого начала нам сказали, что мы будем на границе, как бы на бородинских этих позициях. То, что вас обманули, это понятно. Да, то, что это вообще шок. Тем более, с такой ротой. Не знаю. Все-таки за что бы вы погибли? В чужой стране? За родину? Нет, это не обязательно так назвать. За Путина? Все самое страшное уже позади. Вы выжили. Получается, что так. Получается, что так. За Путина. За его фантазии. Да. Какая у него фантазия? Ну, как вы сказали, оккупировать, да? Давайте не привязываться к моим словам. Расширить границы. Вам земли мало? Да ну, что вы. Вы так прекрасно живете, что у вас перенаселенная площадь, негде жить? Да фига. И то там. Вы в Питер из Белгорода, по-моему, не от хорошей жизни поехали? Да. Скитаться по съемным квартирам, оставить ребенка инвалида, вторую дочку оставить. Сколько ей лет? Дочке шестнадцать. Шестнадцать лет. За Путина, да, за его влажные фантазии, за, как там говорят, собиратель земель русских. А еще он сказал, что здесь ущемляют русский язык. Не, я общался, все на русском тут разговаривали, никто не взял в Пылин, даже подошли к нашим окопам. Они с вами еще поговорили и они были… Мы даже не знали, что это… Там прикольно, они говорят «привет, привет». Что это с Украины, да, потому что не было у нас никакого пароля, как это сказать. Но сержант-то опытный был, контрактник. Сказали, что опытный, да. Они прикольно там, короче, я не могу рассказывать, военные рассказали, как это было, что можно фильм снять по этому сценарию, да? Комедия, трагикомедия. Трагикомедия, ну для нашей комедии, для ваших… Как-то получается, что я русский язык знаю лучше, чем вы. Как так получается? Слово «пижмак»… Пиджак… Пиджак… Вначале мы эту тему закраиваем. Да, вы пришли защищать русский язык, потому что здесь его ущемляют. Так получилось, что… Так получилось, что мы… Мы, украинцы, знаем русский получше, чем вы. Я пишу вашей дочери, потому что жена не отвечает. Дальше вы попали в плен, по сути, дальше не интересно. Вам отрезали руки, потом в другом месте пришили другие, вас бьют каждый день, не кормят. Сколько вы… Кормят? Да я знаю, что кормят, это я уже гоню, потому что… Она спрашивает, вы его отпустите? Вас отпустить? Я не знаю, что ответить. Я отвечу правду. Какая правда? Ну, поговорите с ней. Правда заключается в том, что нет, военные вас не отпустят. И да, вы попадете домой, если будет обмен, если ваша страна захотит вас забрать. Но она вас не захочет забрать. Это уже просто пройденный этап многократный. А ваша жена или ваш… Вот она ответила. Должны будут взять вот это видео, которое выйдет, пойти в военкомат. Это вы ей и расскажете. Если хотите. Хочу. Я бы так не спешил, потому что там сейчас мобилизация будет еще одна. Как видно, старлеи нужны очень сильно. У вас уже на опыте. Вам, по идее, капитана можно дать. Да, так за что? За русский язык понятно. Проблема, потому что у нас с ним все хорошо. Сложные термины. Демилитаризация. Понимаете? Где нацификация? О! Офигеть! Тогда рассказывайте, что это значит. Потому что мы до сих пор не поняли, что это значит. Не, ну, говорят посредством массовой информации, что тут нацисты, поляки, которых я не видел вообще. Знаете, почему вы их не видели? Потому что их тут нет. Потому что у нас есть биолаборатории, и они колются невидимыми био, там, вот этой всей истории, короче, нанотехнологии. И вы просто их не видите. А так-то они есть где-то. Мы вам будем звонить. Зачем? Ваш муж в плену. Говорить с ним будете? Это же надо. Ну да. Вот оно. Вот оно. Вы говорите, оно оно, но я могу только в вам поверить. Демилитаризация, что значит? Ну это... Милитаризация это война. Нет. Милитаризация это вооружение. Вооружение. А демилитаризация это разоружение. Да. Так получилось, что благодаря вам у нас вооружение, такие как в НАТО. Это гребаная НАТО нам насыпала и дала кучу оружия, которое превосходит ваше. Как-то получилось наоборот. Цель достигнута с точностью до наоборот. При этом НАТО расширяется за счет двух других государств. Как-то у вас борьба с НАТО пошла вообще не по сценарию. Ну как и вся войнушка. Говорит, да, будет говорить. Как это все закончится, ваше мнение? Кто кого? Спрошу просто. Не знаю, чего у него президента. У него? У него все хорошо. Ему приносят карты и показывают, что мы здесь, у нас все хорошо. Давайте, ну, у вас же есть какие-то мысли? Я знаю, как это остановить. Не, остановить не надо, мы сами все остановим. Ну, мне интересен ваш ответ. Давайте тогда еще по-другому спрошу. Вы разочаровались в армии? Конечно. А в чем именно? В том, что тут ни националистов нет, ни нацистов нет, ни поляков нет. За что? За что мы сюда пришли? Я про другое. На самом деле, моя ошибка, я имел в виду своей армии, как структурная единица, которая воюет. Не знаю, командование, которое не знает что, как, и вообще не понимает ни цели, ни задачи. Вы знали свои цели и задачи? Сказали, что будем в обороне сидеть и никуда не рыпаться. Посидели в обороне, это факт. Да. Ну, у нас, получается, тут скорее не беседа, а избиение мной. Да нет, все так. А? Все так. Какое избиение? Ну, получается, внешне оно, наверное, выглядит, как я ору с того, что старшего лейтенанта сделали, по сути, пехотинцем. Мы видим, что это десантники, которые должны быть элитными штурмовыми подразделениями. О чем это говорит, когда вот такое вот происходит? Ну, а неспособности в армии, в ВДВ, в частности, 90% организованных сейчас. Это можно назвать ВДВшниками? Нет, конечно. Я думаю, это можно назвать ДВДшниками. Я так и издеваюсь, короче. Да. Потому что, когда сержант руководит, рулит офицером, пусть он даже, там, пижмак, пиджак, там, это не имеет кофта, какая разница не имеет, но есть хотя бы субординация. Как он будет выполнять приказы и как тот будет выполнять приказы. Какая моральная составляющая у всех остальных, когда они видят, что нарушение субординации тупо на базовом, на вот таком уровне. То есть, когда, ну, как, типа банально иди в наряд чистить картошку офицером, типа, ложили мы на эти звания. Ну, это же бред. Ну, по сути, бред. Так не должно быть. Ну, это отлично. Нам так нравится, нам подходит. Далее. Как вы думаете, можно это все настроить очень быстро, чтобы такого не было? Нет, конечно. Потому что у них закончились офицеры кадровые. Закончились? Выходишь, вот раз мобилизованных. Значит, да. Как-то так. Звоним вашей супруге, с вашего разрешения. Конечно. Разрешает? Конечно. Ну, офицер не надо спасти. В другую будете брать. Наверное, сейчас спите ли? Да. Добрый. Добрый. Как его сняла? Без нас будет замечательно. Без нас, а что он плохого сделал? Оля, у меня все нормально, все хорошо. А сейчас, по какому поводу? Все хорошо. По какому поводу вы не звоните? Подождите, да вы поговорите с ней. Вы спасите? Вот ваш муж. Я здесь. Он в плену. Вы спаситель? Нет, я не спаситель. Я журналист. Я не успеваю просто ничего сказать. Меня зовут Дмитрий. Я журналист. Беседую с вашим мужем. А вы такой журналист, русский или украинский? Украинский, конечно. То есть, русский. Он в плену находится. Он в плену. Вы это знали? Нет, мы о нем ничего не знали. Вот. Я вам рассказываю. Он находится в плену. Его взяли в плен. Это старший лейтенант. Давно? Да вы сейчас узнаете все в нем. Если вы хотите с ним поговорить, вы должны дать согласие на запись и публикацию этого разговора. Куда публикация разговора? В интернете американский. Для чего? Ну такой у нас порядок. Вот такое правило платформы. Что вы будете в Америке рассказывать? Про то, что вы издеваетесь над русскими силами? Да никто не издевается, Оля. Подождите, подождите. Вы хотите с ним говорить? А что вы? Хочу. Вы это сделали только для видео. А потом что? А потом... Подождите. Если вы хотите с ним поговорить, я буду... Вы моделируем. Вы соглашаетесь. Давайте мы с вами поговорим. Давайте. Говорим. Я даже смотрю, вы женаты, да? Да. Это... Да. Знает. Знает. У меня даже ребенок... У меня даже ребенок есть. И у меня ребенок знает, чем я занимаюсь. Прикиньте. Я такого ни разу не говорил. Но если вам нравится... Скажите, пожалуйста, смотрите, я так понимаю, командование не знает, что они в плен. Он один попал в плен и несколько человек. Их попала в плен целая банда в количестве семь штук. Командование знает. Странно, что вы не знаете. Подождите. Подождите. Вы поговорите со своей женой. Командование знает, да? Да. И сильно вы там над ними издеваетесь? Нет. Да подождите вы. Все, все, все. Подождите вы. Сильно и слабо. Слабо это как? А сильно это как? Мне интересно чисто. Ну как? Можно относиться просто, знаете, не давать там пить и есть. А можно, я не знаю, насилуете вы там, как вы там, избиваете, голодом урите. Ну смотрите, украинский плен, он полезный. Чем он? Чем? Тем, что он бросил курить. Это раз. Второе, у него здоровое питание. Он питается, представьте себе. У него есть кровать, вода, душ. Вы, когда были в армии, воевали, сколько раз вы помылись за все время? Перед тем, как вы меня взяли, больше месяца назад я мылся. Он месяц не мылся в вашей армии. Это вы спасители, да? Брслава, дай Бог вам здоровья, что у моего мужа есть питание и постель. Я не верю в Бога. Я верю в вооруженные силы Украины и то, что он находится в плену. А я не пойму, как вы журналисты, вам нужно это осветить в ВСМИИ, что вы такие замечательные украинские силы берете в плен и хорошо относитесь к военнопленным. Я сейчас чувствую себя сам на интервью. У меня к вам один вопрос. Оля, если бы не этот человек, меня бы убили по ЖЭПу. Да подождите, секунду, подождите вы. У меня к вам один вопрос. Вы с мужем поговорить хотите или вам интересно, что у меня есть жена и ребенок? У меня машина еще есть, прикиньте. И два телефона, и ноутбук, два штуки. Вы чем занимаетесь? Доброй миссией занимаетесь? Да, это гуманитарная миссия. Уже таких, как ваш муж, у нас записано на канале 600 человек. И благодаря этому видео... Короче, все, ладно, мне не интересно. Вы с мужем говорить будете? Да, нет? Буду. Вы даете согласие на запись и публикацию беседы? Да, нет? Да, мне похер. Тогда или нет? Если похер, то все, говорите. Ну наконец-то. Охереть. Вы не говорите, где вы находитесь. Конечно. Охереть. Оля. А за что меня так? Охереть. А я не охереваю? Скажи мне. Оля, Оля. Оля, тихо. Оля. Я в нормальных условиях. Если б не этот человек... Меня бы давно простреляли уже. Эли на минное поле. Оля... Оля. 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 Тебе, тебе видео, тебе видео пришлют. И его надо будет это слать военкомат. Не пришлют. Она сама его, если захочет, найдет. Ты сама его найдешь в интернете. И надо с этим видео, это видео поехать в часть. Я не знаю в какую. В Иваново, наверное. Оттуда ж призывали. Для... Ну, чтобы они на обмен. В Иваново, я не знаю в этом видео. Поняло. А где... Спроси у этого апостола. Мне где это видео искать? Апостол сейчас занят. Извините. В интернете. В интернете. В ютубе. В ютубе. А как он называется? В ютубе. В ютубе канал. Апостол Владимир Золкин. а я дмитрий 2 дмитрий золкин да владимир дмитрий золкин апостолы апостолы это что-то хорошее это хорошее это хорошее с 5 февраля 5 февраля на взяли на день рождения моему канал владимир золкин владимир золкин владимир золкин и там ищешь но смотришь вот эти вот военнопленных военнопленных смотришь в телеграме есть владимир золкин в телеграме есть владимир золкин может вам деньги нужны конкретно ваш муж обошелся в 400 долларов если вы положите нам на карточку в обменный фонд то мы спасем еще какого-то старшего лейтенанта а вы мне карточку скажите 400 долларов это сколько переведите на русский это 25 тысяч рублей я вам переведу 20 тысяч рублей владимир золкин я достаточно зарабатываю и так уж и быть пожертвую вам по-другому вы не умеете зарабатывать я вам пожертву 25 тысяч да нет подписчики что ты начинаешь а куда переводить на какую карту никуда не надо ничего переводить мы апостолы питаемся святым духом оля ты это самое найдешь вот этот и часть часть съезде с этим да никто не издевается здесь едим два два раза в день моемся стираемся зачем так какое состояние я просто плену какое состояние как он должен выглядеть как я должен выглядеть в плену да причем тут ими я тебе говорю оля и если мне этот человек уже бы из пули где-нибудь и даже никто не нашел бы меня потому что вырвали этот жетон и все этот человек просто обмен делает я не делаю обмен делают военные обмен делают военные а он способствует этому понимаешь можно я расскажу смотрите ольга можно так вам обращаться ну я апостол мне смотрите наши подписчики там половина оккупантов таких ваш муж а половину наши граждане украинцы чтобы мотивировать наших бойцов чтобы они не убивали вот таких вот убийц мародеров и насильников мы платим деньги нашим военным чтобы их не расстреливали в окопах до их расстреливают наши подписчики скидываются и мы платим нашим военным и все вот и все делали на донбассе украинцы смотрите во первых я послал и видел сверху что то что вы говорите это неправда раз второе харьков это чей город харьков это чей город а вам тетя ольга я хочу напомнить что из белгорода уничтожена серка северная салтовка ежедневными обстрелами до сих пор и в белгороде сейчас чуть-чуть тоже стреляют а донбасс это чей город чей вообще чей донбасс украинский я не хочу лезть в историческую полемику по причине того что это будет стыд для вас потому что давайте не будем это будет долго вам холодно да так чуть-чуть вы не переживаете смотрите ваш муж плену если вы хотите его забрать вам нужно взять если вы хотите это сделать вы дождете когда это видео выйдет на канале возьмете это видео оля тут оля тут уже до меня столько обменяли благодаря этому человеку военными а человек способствует этому что видео доказательство того что он живой и что его нужно вносить списке и забирать как вы этого понять не можете это же насколько надо быть оля ты должна вот этот видят найти и в полку в этот лучше приехать лучше приехать самой и ну кто там командир командир полка с командир вот можете никуда не его и так посмотрят ваши фсб просто если ты туда приедешь это все быстрее будет и будут там рассматривать что-то конечно целый старший лейтенант да при чем тут какой тут старшим сколько может быть хотите я вас приколю вашего старшего лейтенанта должность была она знает у вас обои чуть-чуть отклеились оля никто тут не зарабатывает тут спасают в тюрьме помещение лучше чем у вас дома ладно я предлагаю заканчивать этот набор оля это все слова на ютюбе ты записала на американском у тубе до владимир владимир золкин ты записала владимир золкин все хватит вот это вот воды все вот это вот сделаешь все все привет всем пускай никто не переживает все тут все хорошо мне он сказал что просто скажи а не скажи а не что все хорошо внимание может у меня не было да у меня телефона нету мы искали твой парень прикиньте мы тут короче хохлы знаем все номера он не помнит ни одного номера поэтому я за 20 секунд нашел его номер точнее ребенка нашел номер а ребенок сказал уже важно к моему сожалению я думал что будет как-то по-другому надо было ребенка вопросов у меня много но у меня нет столько времени к сожалению к вам у вас может ко мне есть вопрос я как апостол мне сказали что мне сказали что апостолы там давайте зачем вот такой вот именно матерый каверзный вопрос можете меня спросить кто путин да я понял у вас руки ноги целы да я здоровый здоровый люди сидят на мину наступили их тут лечат приезжает медсестра врач почти каждый день делают привязки у нас в этом не было такого в роте приезжал от зубной боли не было лекарства у меня зубы перестали болеть нет я тебе говорю серьезно все хорошо в плену ну для плена даже ну конечно что ты другое скажешь при нем сидишь совсем тебя там добили оля меня здесь никого не бьют здесь едим два раза в день оля хватит вот это сделать то что тебе сказали в полку и все и будем ждать уже обменяли людей у многих всех туда ходят они с кем-то знакомые меня подайте сними шапку пожалуйста лысый что волосы ему не пересаживали поднимите кого кофту поднимите и с футболкой что ты хотела увидеть DVD ВДВ да не втягивайте живот он не похудеет я хотела посмотреть есть или они да я хотела побои посмотреть нету побоя раздевайтесь вам смешно оля хватит тут смешить смешить бородой а как я должен это я с бородой был еще когда меня взяли прошло три три дня он не мылся в армии вашей я прочитаю про что про что оля сделай сделай все и скажи что я услышала все и скажи Ане чтоб не волновались и бате скажи и маме скажи что все хорошо чтоб они не волновались главное что жив и все если бы не этот человек аня привет все 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 хорошо все ты в Белгороде да все все давайте так вопрос будет то да я уже не хочу ничего спрашивать апостол готов ответить на любой вопрос оля сделай что тебе сказали сделай ну пожалуйста что ж ты не даешь поговорить с матерью это Сашка да нет это она которая спасается привет привет оля хватит привет ма все хорошо у меня кушаем все хорошо на тебе телефон я уже устал держать его все хорошо ма все все хорошо мы ждем вот оля пускай сделает что ей сказали и будем обмена ждать хорошо хорошо чтобы в полку знали что я живую чтобы чтобы она предоставила эту запись над тобой не издеваются нет нет все хорошо ма все хорошо люля кебаб сегодня было жаркое в горшочках все хорошо кушаем каждый день по два раза в день да плотно и все а это Саша держись держись я тебе люблю понял все все хорошо я тебя тоже могу а то я не даю ее закрылось и мне не скрывают это ма ма все хорошо пускай она сделает только то и все все батя батя привет батя привет батя пускай тоже не волнуется и аня тоже пускай не волнуется все хорошо все 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 выключается уже много все все давай все я сделаю как вы сказали все давай мне ничего не надо делать ты мне сделай ты мне сделай это мне ничего не надо я поняла что он просит все я услышала все 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 пока Оля пока все все выключаемся я извиняюсь можно сигаретку можно да это именно такая жена я не знаю это хорошая жена или плохая ну как я теперь даже понимаю почему вы с ними разбежались можно да нет можно смотреть на сигарету да можно конечно что за шустики что это было только что ну она как как это психология не то что она зомбирована это понятно зомбирована это одно но характер такой я скверный не женат сангвиник и как там психологии экстраверт а я наоборот интроверт и флегматик 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 поэтому с натяжкой флегматик не ну просто уснуть просто так получилось короче а где в харькове насилуют людей что пройти нельзя ой да это средства массовой информации столько а донбасс бомбили кто тоже средствах массовой информации донбили бомбас я надо было вашей дочке позвонить сколько лет шестнадцать не нельзя они там все вместе она была там да так о чем это да это цирк если она там была ее набрал и взяла бы жена в чем прикол не ну вот на видео они она в белгородище жена просто а дочка тоже что там была в квартире тоже была в квартире ну так а зачем она мне давала телефон она что не могла написать мне что жена рядом мама рядом что за я не знаю логика отсутствует все тогда короче ну я думаю что короче тяжело вам будет вот это все короче раскодироваться как-то разговеться я даже не знаю молитву узнаете давайте хоть почитаем молитву отче наш я не помню отче наш ну гимн россии тогда хоть навалите чтобы уже что тоже не помните союз не руши но вот это как у вас это работает у вас вся страна такая самбирована да ну я это знаю потому что уже вы там 500 спасибо что 0 ну жарким это было четко ну не надо приглашать в плен потому что жаркова на всех не хватит ну это я понимал что вы уже сбивали короче угар этот какой-то да она такая по жизни по традиции у нас военно-пленные во-первых военно-пленные я не курим перед запись во время записи но уже короче ну я извиняюсь нервы даю меня апостол это кто вообще такой ну апостолы у Иисуса Христа более апостолы там 12 апостолов один там еще короче иуда был или это не та тема да 13 13 что ли и что они там сделали ну его ученики угу я библию помню наизусть могу вам любую штуку рассказать я читал вы же верующий крещеный но читал я ее в церкви были? был давно а чего вам дать библию почитать? есть в основном есть? то ведь же вы не читали читаю ну как короче короче по традиции у нас военнопленные обращаются своим там согражданам соплеменникам и что-то говорят кто-то говорит кто-то не говорит кто-то извиняется кто-то зовет сюда на помощь хотите хотите обратиться? к кому? к кому? давайте к Путину обратимся давайте а я к Зеленскому нашему к Путину нет а что вы к Путину не хотите? на полку на полку как это толку? вдруг он увидит они сказали что есть офицеры есть рядовые кому-то надо обратиться давайте хоть к этому к Попу вашему обратимся к главному ФСБшнику помните его фамилию? на Гэй начинается Гундяев не? песни к нему только надо ну к дому хоть обратимся к своему дому? к Донну Кадыров ааа что он вас так напряг короче эта тема были чеченцы там? людей чеченцы были у нас нет у нас чеченцев нет ну потому что они не воюют в ТикТоке воюют ладно это уже перешло в режим издевательства потом он пожалуется что блогеры над ним издевались поэтому ну не просто реально короче ваша жена отломала кусочек мозга и я до сих пор не могу собрать раму на этом все спасибо спасибо было интересно спасибо спасибо подождите не ломайте это жучок с ним надо быть аккуратным что происходит вообще? что это? спасибо что дали вас слушать что ремонт в квартире не сделан? что ремонт в квартире не сделан? у нас достаточно зарабатывает это квартира ваша или ее родители? моя ну моя там часть моей часть брата часть мамы часть папы ясно могу предложить еще одну сигарету было прикольно я вам честно скажу вы извините за жену она такая по жизни такая на всех кидаются? да прикольно что вы все боитесь с путином обратиться? кто толкует почему? а ну никто прикол в том что никто не обращается почему? почему? да ну что страшно потом возвращаться что так во хвэ скажешь фсб прибежит да? да ну и так прибежит чёрт а по любому прибежит только или по жесткому или по мягкому да? не знаю не было это не доработка фсб это не доработка фсб это не доработка фсб вот это вас всех там зомбирует из нее хлещет скобеева это наверное любимое тв-шоу ну я по поведению не знаю этих ну самовьел а это вот а это вот а это вот знаешь лично ну как видел вживую? да что? для Лиза президента хоть видел своего? как для Лиза а вживую кого ты самого модного видел? директора директора Белгородской народной республики виден? губернатор он когда-то и то так издает у вас это какие-то цари к которым подойти нельзя? цари, да типа модные там с охраной короче да да губернатор цари вы крестьяне которым нельзя ходить туда все можно и вам все нельзя я бы позвонил а Путину позвонил? 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 у меня есть телефон шейгу реально есть дали подписчики министру позвонил? чего? страшно 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 падает огурбич падает огурбич я за кадром здесь все мы можем дальше посмотрим что все здорово я